За свою долгую писательскую карьеру Стивен Кинг создал более 50 романов и неисчисляемое количество рассказов и повестей. И это не считая сценариев к фильмам, сборников поэзии, комиксов и исследовательских работ. Безусловно, талантливые и невероятно продуктивные писатели по сей день радуют нас новыми произведениями. Я задался одним, но очень сложным вопросом. А что, если необходимо выбрать всего лишь три самые лучшие книги Стивена Кинга? Знаю, это достаточно субъективная оценка, да и занятие, я бы так сказал, неблагодарное, ведь Кинг вот уже несколько десятков лет, как на конвейере штампуют мировые бестселлеры. И чтобы обезопасить себя от критики, я назову этот выпуск топ-3 книги Стивена Кинга по версии Яки Бук. И уже за вами я оставляю выбор, согласиться со мной или нет. Итак, не будем терять времени, пока наш чай окончательно не остыл. 11-22-63. Самый молодой роман Стивена Кинга в нашей подборке. Он вышел в мировую печать 8 ноября 2011 года и тут же был включен в список бестселлеров по версии Паблишерс Викли за 2011 год. Лично мне всегда было интересно, почему именно 8 ноября, а не 22-го, ведь именно 22 ноября 1963 года – ключевая дата в романе, которая вынесена даже в название. Как по мне, было бы достаточно символично. Конечно, не так круто, как выход в 1984 году, фильмы под названием «1984», снятого по мотивам романа Джорджа Урвелла «1984». Но тоже неплохо. Так, что-то я отвлекся. Так вот, 22 ноября 1963 года – это день, месяц и год смерти 35-го президента США Джона Кеннеди, погибшего в результате покушения. А теперь представьте, что вы знаете точную дату и время смерти всеобщего любимчика Америки, символа всего демократического мира, и по чистой случайности имеете доступ к путешествиям во времени, уносящих вас в прошлое за 5 лет до этих событий. Конечно, вы сделаете все возможное, чтобы спасти Кеннеди, и вот такая нелегкая ноша падает на плечи Джейкоба Эппинга, 35-летнего школьного учителя английского языка. Его знакомый Эл Темплтон, обнаруживший свой закусочный портал в 1958 год и сам пытался помочь Кеннеди, но заболел раком и вернулся в настоящее, чтобы передать все свои знания из прошлого Джейкобу. И о Ли Харви Освальде, подозреваемом в покушении, и о месте, откуда, вероятно, был произведен выстрел в президента, да и в целом о всех сложностях, с которыми придется столкнуться. И Джейкоб принимает этот вызов, который в итоге меняет его жизнь навсегда. Он влюбляется в девушку из прошлого, он постоянно попадает в передряги из-за слежки за Освальдом, параллельно пытаясь помочь с прошлым одному из своих коллег. Одним словом, как вы уже могли понять, путешествия во времени не оказались легкой прогулкой, а любой неосторожный шаг мог кардинально изменить жизни миллионов людей. Чтобы не прослыть королем спойлеров у желающих прочитать этот роман, я не буду вдаваться в детали этой истории и в особенности ее финала. Но поверьте, в этом романе точно будет над чем покайфовать. В нем есть очень крутые отсылки к реальным историческим личностям и событиям, например, к таким, как Аврам Запрудер и его видеосъемка кортежа президента в момент покушения, в народе названной фильмом Запрудера. Да и в целом, уже пора привыкнуть к тому, что Стивен Кинг – это синоним словосочетания «интересная книга». А интересные книги всегда экранизируют. Так что если кому лень читать, то он всегда может посмотреть сериал «11-22-63» и будьте уверены, что целостность оригинальной истории в нем, если и нарушена, то минимальна. Стивен Кинг лично контролировал работу над сериалом, и для этого ему даже пришлось уволить оскароносного режиссера Джонатана Дэйми, известного нам по фильму «Молчание ягнят». Все из-за разногласий с ним. Итак, роман Стивена Кинга «11-22-63» по моему мнению, это твердая четверочка и заслуженное третье место в нашем ТОПе. Идем далее. Повесть Рита Хейвард и спасение Шоушенко – одно из немногих произведений Стивена Кинга, которое не содержит в себе мистику, ужасы или фантастику. Повесть написана в жанре психологического реализма и основана больше на судьбах главных героев, чем на то, что происходит вокруг них во времени и пространстве. Впервые Рита Хейвард была опубликована в 1982 году издательством «Викинг Пресс» в авторском сборнике Кинга 4 сезона. Первый тираж книги составил 200 тысяч экземпляров, спустя месяц повесть пополнила список бестселлеров New York Times, а сейчас по праву считается одной из лучших работ автора. Всему виной в кавычках последовательное повествование от первого лица, четко прописанные персонажи и непопулярная в то время концовка с нотками оптимизма. Сюжет повествует о бывшем вице-президенте банка Энди Дюфрейне, которого ошибочно признают виновным в убийстве жены и ее любовника. Отбывать наказание главный герой отправляется в вымышленную тюрьму Шоушенг, в неприступную крепость, собравшую в своих стенах самых отъявленных преступников Америки. Интересный факт, что тюрьма Шоушенг также упоминается в нескольких других произведениях Кинга, связывая работы писателя в некое подобие мультивселенной. Из самых известных это «Под куполом», один из крайних романов «Позже», а также «11.22.63», о котором мы с вами уже говорили. В этом самом Шоушенге ни много ни мало Энди Дюфрейну придется провести почти 27 лет, что безумно много, учитывая тот факт, что главный герой был невиновен. Как уже понятно из названия, долгая самоизоляция Дюфрейна в Шоушенге завершится побегом, и это самая увлекательная часть повести. То, как Энди Дюфрейн обвел вокруг пальцев всех окружающих, начиная от заключенных и надзирателей, и заканчивая начальником тюрьмы, за этим можно наблюдать вечно. Что в книге, что в фильме. В 1994 году режиссер Фрэнк Дарабонт выпустил фильм «Побег из Шоушенга». Тим Рубинс сыграл Дюфрейна, Морган Фриман сыграл Реда, а тюрьма Мансфилд сыграла тюрьму Шоушенг. Как итог, семь номинаций на Оскар, но большинство из них достались Форесту Гампу. А побег остался ни с чем. Для тех, кому интересно, на нашем канале есть видео, где более подробно я копался в повести Кинга и в фильме Дарабонта, пытаясь решить, что же из них лучше. Ссылочка справа вверху. Ну а повесть Рита Хфейвард получает от меня заслуженные пять звезд и второе место в нашей подборке. Роман «Зеленая миля» — эталон магического реализма и по совместительству лучшие произведения Стивена Кинга по версии Яки Бук. Покажите мне хотя бы одного человека, который не видел фильм уже знакомого нам режиссера Фрэнка Дарабонта «Зеленая миля» с Томом Хэнксом в главной роли. Согласен, что одноименную книгу читали уж точно не все, но то количество раз, сколько перечитывал эту книгу я, в полной мере уравнивает ситуацию. «Зеленая миля» была впервые опубликована в шести томах в мягкой обложке в период с марта по август 1996 года. Книга тут же получила премию Брэма Стокера за лучший роман, что в целом и послужило тому, что она была переиздана отдельным томом в мягкой обложке в мае 1997 года. Если двумя словами затронуть сюжет, то он повествуется от имени Пола Эджком, бо бывшего надзирателя тюрьмы, рассказывающего нам удивительную историю одного заключенного. Причем, как и в случае с Энди Дюфрейном в побеге из Шаушенка, так и в случае с Джоном Кофи он попал в тюрьму к Полу за преступление, которое он не совершал. В обоих случаях это было двойное убийство. Джон Кофи – мужчина невероятных размеров, но с удивительно добрым сердцем. Но что самое интересное, он обладал необъяснимыми способностями исцеления, что он доказывал по ходу развития сюжета не один раз. Это прямая параллель с Библией и таким себе новым пришествием Христа, который в образе Джона Кофи пытался сделать этот мир чуточку лучше. Кстати, об этом и о том, кто послужил реальным прототипом к этому персонажу, я рассказывал в отдельном выпуске рубрики «Книги или фильмы», так что ловим ссылку вверху экрана. Ну а сейчас рубрика «Антиспойлер» и ко всему сказанному о сюжете добавили, что читать «Зеленую милю» и не сочувствовать кофе невозможно. Нам предстоит узнать о том, какой он прошел путь до тюрьмы, как был схвачен и ложно обвинен, и даже о том, кто был настоящим преступником. И, наверное, то, как Стивен Кинг связал все эти события двумя разными временными параллелями, и есть тот самый магнитик, который притягивает читателя к этой книге. А что касается фильма, то Драбон снова собрал кучу номинацию на «Оскар», но снова не получил ни одного. Такая жизнь. Но я скажу так, фильм «Зеленая миля» по-своему дополняет книгу и наоборот, и все вместе они образуют важное культурное наследие для человечества, которое получает заслуженные 5 баллов от нашего канала. Это был обзор на топ-3 книги Стивена Кинга, и я уверен, что многие зрители канала согласятся с моим выбором. Ну а с вами был канал Yikibook, всем пока.